Не вандализм, а проверка. На Благовещенских дорогах вырезают куски свежего асфальта. Контрабанда в музее. Благовещенские таможенники пополнили коллекцию экспонатов Амурского краеведческого. На лавке не сидится. 74-летняя велосипедистка в одиночку колесит по России. Это связано с тем, что сегодня МПГ СТК приступила к работам по восстановлению дороги. Соответствующее предписание поступило от госавтоинспекции. Запрет движения по лозо на указанном участке касается только общественного транспорта. Обычным автомобилистам решение принимать самим. Измененную схему автобусных маршрутов можно посмотреть на нашем сайте tvgorod.ru. Кроме того, до 10 августа будет закрыт перекресток улиц Зейска и Пушкина. Там начались работы по реконструкции канализационного коллектора. Эксперты намерены проверить качество дорожного ремонта на всех свежеуложенных участках. Очередную пробу асфальта взяли на Новотроицком шоссе. На отрезке, что преобразился этим летом. Каким способом изымают образец и что будет, если асфальт признают некачественным? Об этом в сюжете. Его только положили, а на нем уже трещины. Рукотворные. На новеньком асфальте Новотроицкого шоссе поработали асфальторезом. Исключительно для проверки качества покрытия. За ходом работ следят специалисты управления капитального строительства. Такую традицию еще в 2014-м вел Александр Козлов. На данном участке дороги делается таких 24 вырубки. То есть одна вырубка на 3000 квадратных метров. На сегодня сделано 10 вырубок. На данном участке 11 вырубка, еще осталось 13. Предыдущие 10 положительное заключение у нас нормальное. Одна такая вырубка обходится дорожникам примерно в 5000 рублей. Работа занимает минут 20. Специалисты смеются. Уложить асфальт тяжело. Изъять же из него образец не легче. В ход идут даже топоры. Изъятый образец специалисты сначала осматривают на месте. Толщина верхнего покрытия 4 сантиметра. Структура однородная. Внешние показатели соответствуют норме. Далее его направят в лабораторию для проверки состава. Таким образом следует покрытие на каждом из отремонтированных участков дорог. По плану их в городе 36. Полностью сданы уже 32. В настоящее время ведутся работы по улице Краснофлотской и улице Пионерской, которые маленько в срок мы не успели выполнить из-за строительства многоэтажного, многоквартирного жилого дома. Нам два дня осталось буквально на магистральной улице. Это подъезд к мосту Зея, реки Зея. Там добивают барьерные ограждения. Чуть-чуть осталось тротуар доделать. Результаты экспертизы будут готовы к концу недели. Если они окажутся неудовлетворительными, то организация должна будет переделать участок полностью за свой счет. Регина Сорокина, Михаил Величкин, программа «Город». Капитальный ремонт в Благовещенских многоэтажках близится к завершению. 24 дома из утвержденного правительством Преамурия краткосрочного плана уже отремонтированы. На пяти работы ведутся сейчас. Но если на одних адресах переделки только рады, на других не жалуют капремонт. Более того, стараются его затянуть. Подробности в сюжете. Покой местных жителей визг шлифовальной машинки долго тревожить не будет. Зачистить фасад трехэтажки на Красноармейской 167 от излишков шпаклевки и штукатурки рабочие берутся чуть ли не в считанные часы. Вот с девяти часов до девяти зашпаклевали, получается, полностью периметр. Зашлифовали. Вот сейчас шлифовка идет. Ну и все практически. Осталась покраска и отливы поставить на окна. До этого ремонтники долго снимали с дома керамические кирпичи, шлакоблоки. Вместо давно отслужившего свое, 63-летняя хрущевка получит абсолютно новый фасад. Бежевый сверху и шоколадный снизу. Рады этому оказались не все обитатели дома. Стартовавшую в мае переделку до сих пор игнорируют владельцы расположенного в здании магазина. Снять вывески, сайдинг и обеспечить ремонтникам доступ к фасаду они отказываются наотрез. Нами было направлено обращение в государственную жилищную инспекцию о том, чтобы выполнили проверку в части установки вот этого фасада. И насколько я знаю, что проверка уже произведена, выписано предписание собственнику, который в ближайшее время должен ее демонтировать. И тогда мы сможем зайти и закончить работу. Жаловаться в ГЖИ на рядового жителя дома, что начал сооружать себе балкон одновременно с введением капремонта, не пришлось. Вняв уговором специалистов, собственник убрал лишнее с металлоконструкции и пустил ремонтников к фасаду. На колени на 130 завершить капитальный ремонт мешают не жители, погода. Перед укладкой каждого нового слоя кровля должна просохнуть. Ее здесь возводят почти что с нуля. Дом сдан с нарушениями, его топят 30 лет к ряду. Вот и в прошедшие выходные залило четвертый подъезд. Изоляцию над ним просто не успели заложить. В общем, полностью покрыты только всего два подъезда готовых. Это первый и последний подъезд. Идут две бригады навстречу друг другу. Ложатка сначала дополнительные слои, это техноэласток, потом первый слой и потом еще верхний слой. Первый слой, я думаю, закончим уже к концу этой недели, если погода даст. Всю крышу ремонтники обещают доделать к концу лета. К середине сентября будут готовы абсолютно все объекты из краткосрочного плана. Наталья Бернацкая, Михаил Величкин, программа «Город». В Благовещенске началась приемка школ. В общей сложности проверяющие должны оценить готовность 21 учреждения к новому учебному году. Сегодня специалисты осмотрели три издания. В 26-й школе с проверяющими побывала и наша съемочная группа. Теплоузел в 26-й школе отремонтировали и промыли в июне, как только дети отправились на каникулы. Готовить учебное заведение к зиме руководство традиционно начинает с этого объекта. С него же начинают свою проверку специалисты из управления ЖКХ. Смотрят, на месте ли изоляция, регулируются ли теплощетчики. С помощью последних, кстати, школа экономит уже три года. Школа подготовлена хорошо. Имеются акты готовности, промывки тепловых узлов, системы отопления. Все документы в порядке. Ошли обучение сотрудники, ответственные за это дело. И вообще, надо сказать, что оставляет приятное впечатление. Электроустановки в хорошем техническом состоянии. Специалисты Ростехнадзора, в свою очередь, проверили готовность электрических сетей и счетчиков. А сотрудники МЧС противопожарную безопасность школы. Заметили, все четыре эвакуационных выхода из школы доступны. Открываются легко. И сигнализация исправна. Значит, в случае ЧС ученики и педагоги без проблем смогут покинуть здание. За час проверяющие тщательно осмотрели каждое помещение в школе. Учреждение в полном объеме готово к приему детей. 1 сентября откроет свои двери без нарушений, без замечаний. И все детки будут комфортно чувствовать себя в стенах этого учреждения. Работа комиссии планируется до 11 августа. То есть 11 августа у нас последний день проверки учреждений к началу учебного года. Чтобы все было идеально, педагогам 26-й школы осталось привести в порядок информационные стенды. Такая же проверка сегодня прошла в 13-м и 16-м учебном заведениях. На очереди еще 18 школ. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город». Коллекция Амурского краеведческого музея пополнилась уникальными экспонатами. Дамскую сумочку из чистого серебра и японский штык-нож туда передали благовещенские таможенники. Старинные вещи изъяли у контрабандистов при попытке перевести их через границу. Подробности у Ирины Кобзарь. Экспертам можно определить, что это изделие приводного искусства, которое является культурной ценностью, предположительно изготовлено в первой половине 20-го века. Серебряную сумочку из Западной Европы начала 20-го века китайский предприниматель купил всего за две бутылки водки. Такую цену за невзрачную вещицу назначил случайный прохожий, рассказал бизнесмен при обыске на погранконтроле. Об истинной ценности изделия, говорит, не догадывался. Зато музейные работники удивились не только самой находке, но и следам помады на кожаной подкладке, оставленными, скорее всего, бывшей хозяйкой. Универсальный магазин торгового дома «Кунстяльберс», в здании которого сейчас находится музей, торговал преимущественно товарами иностранного производства. Возможно, эта сумочка даже продавалась в этом магазине. Экспертиза показала рыночной стоимость сумочки более 13 тысяч рублей. А в историческом смысле она бесценна. Как и штык-нож, который прошлой осенью везла из Китая россиянка. Из четырех сувенирных ножей один, по заключению экспертизы, оказался уникальным. С индивидуальным клеймом и маркировкой. Именно штык-нож Арисаки 1897 года, образца винтовки, является подлинным. Тут совпала ситуация в чем. Но не только он является предметом культурной ценности, еще является холодным оружием. Перемещение холодного оружия тоже у нас ограничено. Все совпало. Теперь новичков поселят в специальные витрины, обеспечат им необходимые климатические условия и охрану. Что касается неудавшихся контрабандистов, то они отделались административным наказанием. Ценность находок не превысила миллион рублей. Иначе они бы понесли уголовную ответственность. Судебное заседание можно будет смотреть в режиме реального времени. Благовещенский городской суд проведет одну из первых в России онлайн-трансляций разбирательства. Прорыв истории амурского правосудия запланирован на первую половину августа. Пока решается, на какое заседание будет организован общий доступ. Посмотреть на ход разбирательства в режиме онлайн получится на сайте Благовещенского городского суда. Причем трансляция будет организована сразу с нескольких камер. Основная цель онлайн-трансляции для того, чтобы граждане видели, что судебной системе скрывать от них нечего. И второе, то есть это принципиальная позиция Верховного суда и Амурского областного суда. Предстоящая трансляция будет пилотной. В дальнейшем, если эксперимент удастся, интернет-вещание может стать постоянным. Открытыми предлагается сделать судебное заседание по тем гражданским и уголовным делам, которые вызывают повышенный общественный интерес. В Амурской области снизят налог на маломерные суда. Об этом рассказал исполняющий обязанности губернатор Александр Козлов на встрече с жителями Зейского района. Ранее собственники водных транспортных средств платили налог из расчета 100 рублей за каждую лошадиную силу с лодки мощностью до 100 лошадиных сил и 200 рублей свыше 100. Сейчас для катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил будет взиматься 30 рублей с каждой лошадиной силы. От 50 до 100 лошадиных сил – 60 рублей. Свыше 100 лошадок обойдутся владельцам в 100 рублей с каждой. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания, скорее всего, рассмотрят на августовской сессии. Чтение вслух может подарить благовещенцам поездку во Владивосток. 23 августа в столице Приморья пройдет отборочный тур Всероссийского чемпионата «Открой рот». 12 конкурсантам нужно будет прочесть с листа незнакомый текст. Лучший оратор отправится на финал в столицу Приморья. Прослушивание там организует лидер группы «Мумий тролль» Илья Логутенко. Чтобы побороться за приз, горожане должны просто оставить заявку на страницах конкурса ВКонтакте или на Фейсбуке. Ограничений никаких. Читать с листа может профессионал в декламационном деле или же просто любитель. В последнем, кстати, судьи переживать не советуют. Ведь текст может оказаться и не художественным произведением вовсе. А, например, поваренной книгой или телефонным справочником. Так что тут будет важно не растеряться. «Хотелось бы чуть-чуть нарушить вот это, казалось бы, видимое благополучие такое, когда уже все места все розданы, все уже должны получать. Нет, то есть новые короли, новые короли вот сегодняшнего вот этого живого дня. Вот хотелось бы увидеть вот именно вот этот сквозняк в нашем городе». Из Твери в Благовещенск на велосипеде 74-летняя Юлия Михайлюк вот уже три месяца колесит по России, посвятив свой веломарафон юбилею Великой Победы. Что помогает пенсионерке поддерживать хорошее самочувствие и куда она планирует отправиться дальше, узнаете из сюжета. «Велосипед надежный, я поэтому его и люблю». С двухколесным транспортом 74-летняя Юлия Михайлюк, в прошлом учитель физкультуры, не расстается вот уже 20 лет. С тех пор, как в 50 впервые на него села. Ежегодные веломарафоны на тысячу и более километров вошли у пенсионерки в привычку. Каждый выезд обязательно посвящается какому-нибудь событию. Этот, к примеру, начатый 17 апреля, приурочила к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 74 года, казалось бы, на лавочке сиди, семечки грызи, лоскай и говори о букете болезней. А я боюсь глазить. У меня и сейчас в рюкзаке нет лекарств, у меня дома нет аптечки. Благодаря физкультуре и спорту я здоровая. Я миллионерша по здоровью. Каждый день Юлия Ивановна преодолевает сотню километров. Уже проехала всю Среднюю Россию, Урал, Сибирь и Забайкалье. Похудела на 10 килограммов. Поддерживать хорошее самочувствие ей помогает мед. Она возит его с собой в шейкере. Говорит, что касается еды, то первые три недели за рулем обычно проходят спокойно. Через три недели, это научно доказано, я уже интересовалась. Здесь наступает жор, когда день и ночь, думаешь, не только кушаешь, но и думаешь все время о еде. Поел и думаешь, а что же вечером, а чем карманы набить, чтобы ехать и жевать. В Благовещенске пожилая велосипедистка надолго не задержалась. Сегодня отправилась в Новоалександровку. Оттуда поедет Фрейчихинск и Архару. Конечной точкой путешествия станут Курильские острова, куда Юлия Ивановна планирует прибыть на теплоходе из Сахалина. Анжелика Павлова, Андрей Белый, программа «Город». Череда городских новостей подошла к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, небесполезная информация всегда доступна на нашем сайте этогогород.ру. Звонки принимаем по номеру 524202. Приятного вечера. Смотрите нас снова. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал.